Ньюстайм 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 Певец Звонкий отыграл первый большой сольный концерт в Москве. Музыкой артист начал заниматься более 20 лет назад, но всенародную славу он приобрел недавно с песней «Голоса». По словам Андрея, писать хиты ему в последнее время помогают не только чудеса, но и подручные средства. У нас на студии же такая металлическая какая-то фигня, если по ней ударит такой тень, классный звук получается. И в одной песне, если она вместе с малым барабаном такой тень, подручный звук был классный. А ведь прежде Звонкий и подумать не мог, что танцевальные треки так изменят его жизнь. В 93-м году он основал хип-хоп-группу «Ритм У», а через несколько лет собрал трио «Дерево жизни». Звонкий одним из первых в России устраивал рэп-концерты на улицах и до сих пор хранит память о тех временах. У меня есть такой первый, на принтере картиночка такая была, и вот такой, он до сих пор дома хранится. Да, только у меня такой есть. Но мало кто знает, что 20 лет назад он звучал совсем в другом стиле. Я попробовала узнать у его фанатов, как бы звучал хит «Голоса», если бы Звонкий записывал его в 90-е. Да, рэп слушателям Звонкого дается примерно так же, как и ему самому полное спокойствие перед своим выступлением. Я все еще волнуюсь на самом деле. К счастью, справиться с переживаниями помогает команда друзей. Он сказал, Грей, снимешь? Я говорю, сниму. И все. Как сниму, он не знает. Поэтому, то есть, даже ничего не обсуждали. Я на свое усмотрение. Поддержать Звонкого пришла и певица Ёлка. А поклонники то самодельного ангела поднимут, то на сцену выйдут танцевать. Свой концерт Звонкий назвал «Самый лучший день». Мы поздравляем артиста с первым большим сольным выступлением и уверены, впереди у него еще немало самых лучших дней. Дорогие друзья, на этом все. С вами был Андрей Галтеев, вы смотрели Ньюстайм. Пока! Ньюстайм.